Как не отчаиваться в людях и компаниях? Доброго времени суток. Я вновь очень рада встретиться со всеми вами. Спасибо вам огромное за вопросы. Мы будем прояснять и, по крайней мере, давать рекомендации, чтобы вам было попроще и полегче жить. Итак, отчаяние — это состояние, когда ваше представление по отношению к человеку или к ситуации, или в компании, к компании не случились. Значит, заходя или общаясь, или идя в собеседование, ваше личное представление о себе и о том, как вы там будете работать, или как вы будете дружить, или о том, что вас там ожидает, абсолютно иллюзорное. Давайте сначала о компании поговорим. Компания как система, любая, в принципе, малая, большая, там, где есть хозяин. Там, где есть человек, который это всё создал. Он создавал это по своим правилам, со своей идеей и для своего личного какого-то видения, для того, чтобы что-то получилось, какая-то такая достаточно серьёзная задача, перспективная, которую бы он хотел реализовать. В силу того, что человек сам по себе мало что может в этой жизни, тем более, если это компания, то он привлекает людей определённой направленности или специальности для того, чтобы то задуманное совершилось или свершилось, или создалось быстрее по времени. Потому что один человек делает или два, три, пять, десять, двенадцать, двадцать. Естественно, это спрессовка времени, большее количество усилий. И как естественней, быстрее получается то, о чём люди договорились или что они создают или делают. Когда вы приходите в компанию, у нас такое сейчас представление, что вы думаете или хотите быть уверены в том, что ваше мнение, ваши какие-то ожидания, ваши какие-то стремления или чаяния или представления должны будут обязательно исполниться. Потому что вы туда пришли на работу, вы тратите собственное время, вы совершаете какие-то действия. И естественно, как нам кажется, мы имеем право что-то требовать взамен. Я вас уверяю, что это не так. Компания, которая берёт вас как специалиста на работу, ей правда всё равно, что у вас там происходит. Крайне редко на сегодняшний момент бывает, что представители компании заботятся в хорошем понимании этого слова о своих сотрудниках и, по крайней мере, интересуются, как они живут, что у них происходит. Но в силу сегодняшнего нашего переходного времени, то всем хочется, чтобы люди отработали максимум, сделали то, что от них требуется. Им за это заплатили не очень много, и они ушли, не напрягали всю эту систему или компанию, или группу лиц, которые используют их и их труд. Я надеюсь, что вы понимаете, о чём я пытаюсь с вами разговаривать. И тогда человек, которого, или вас в частности, не устроило, что такое не устроило, мои ожидания или ваши ожидания не сошлись с тем, каковы правила взаимодействия или взаимоотношения в той компании, в которой вы работали. И от этого наступает разочарование. Чтобы разочарования не было, у вас должна быть собственная задача, но достаточно честная по отношению к себе, к компании, и зачем вы туда идёте. Самое лучшее, самое уравновешенное будет внутреннее состояние, когда вы самостоятельно поднимаете чуть выше планку, выбираете нужную компанию, где вы будете учиться. Одномоментно выполняя какие-то взятые на себя обязательства, но что-то дополняя для себя самого, какие-то нужные навыки, какие-то необходимые вещи, какую-то информацию или какой-то уровень совсем другого общения, каких-то новых людей. Что-то должно лично у вас меняться, вне зависимости от того, что вы работаете в этой компании. Тогда в меньшей степени будет присутствовать в вашей жизни разочарование. И поймите, пожалуйста, что мало кто сейчас предрасположен о ком-то заботиться, тем более люди-коллеги. Так и называется холодное слово такое — коллеги. Вы пришли, коммуницировали о погоде, о природе, поработали все вместе и разошлись каждый по своим делам. И еще и принято, чтобы в меньшей степени общались, не делились какими-то личными своими переживаниями или ситуациями, чтобы люди продуктивно с 8 до 5 или с 9 до 6 трудились денно и нужно 5 на 6 или 5 на 5. У кого какие графики. В людях не разочаровываться. А зачем вы ими очаровываетесь? Вот мы все так или иначе решаем свои задачи. Кто-то открыто и честно, кто-то не очень открыто и не очень честно. А кто-то вообще идет по жизни, как идет, как получается, и слава Богу. Значит, вам нужно чуть-чуть учиться разбираться в этих людях и никогда ни от кого ничего не ждать. Самое тяжелое, когда вы пытаетесь придумать, что как бы было здорово, если этот человек будет поступать так-то и так-то по отношению ко мне, и мне будет от этого полегче, вот там и то сделает, мне поможет, и это мне сделает, поможет, особенно если это в близких отношениях между мужчиной и женщиной. И никогда, самое удивительное, никто друг друга не спрашивает, насколько они вообще готовы участвовать в том, что им пытаются внедрить в голову, да, или предложить ненавязчиво. Вот самая непростая история, с которой люди все сталкиваются и получается разочарование, это когда мы ведемся на такую высокого полета манипуляцию, когда определенными действиями, определенными такими посылами, недосказанности, неопределенности человека заставляют захотеть сделать то, что нужно другому. Вот это высший пилотаж и разочарование тот, кто все-таки на это повелся, будет колоссальным. Так вот, чтобы вы не разочаровывались и чтобы не копили в себе отрицательные эмоции, что это очень тяжело и проблемы, и не обижались ни в коей мере, нужно до этого момента очень спокойно и ровно, скрупулезно посмотреть, разобраться и послушать, собственно говоря, что это за человек, какая его система ценностей, какие принципы в жизни им руководят, какую перспективу будущее он хотя бы проговаривает или предлагает в разговоре обсудить, а не влюбляться, потому что машину надо починить, ремонт в квартире сделать, или потому что мне уже достаточно много лет, и уже надо пора, хоть бы кто бы взял. Вот самая утопичная такая форма мышления, когда человек пытается унизить себя в собственных глазах, обесценить до такой степени, чтобы никто, условно, из близких или там из подружек, друзей не рассказывал, что ты такая-сякая, эдакая, да, у тебя там то и все. Я вас очень прошу, пожалуйста, вы всегда должны понимать. Послушайте, вы всегда должны понимать, что ваша жизнь только в ваших руках. Как бы вам кто ни рассказывал, что о вас заботятся или что вас рассматривают в качестве кого-то в какой-то промежуток времени, это просто слова. До тех пор, пока слова и поступки человека, которые будут абсолютно созвучны, и вы это именно прочувствуете, когда у вас не будет возникать сопротивление, когда у вас не будет возникать внутреннего дискомфорта, что-то не так, вот этой тревоги пресловутой или какого-то такого непонятного, неприятного чувства, вы, пожалуйста, не влюбляйтесь, вы, пожалуйста, не думайте, что все, что есть у этого человека, у этой компании, оно по какой-то только вам ведомой причине уже может в принципе и вам как-то принадлежать. Это не так. Это просто не так. Когда вы идете в компанию, вы должны чему-то научиться и точно соблюдать собственные границы, потому что там тоже хотят... Ну мы же все друг друга обманываем. У нас есть черные пятницы, когда переделывают там ценники. Мы же это все вместе. Мы же так быстро переобуваемся, как сейчас говорят, в воздухе. То продавщица была, которая переделала ценник, а потом она встречается с подружкой, и как ни в чем не бывало. Точно так же, как и в отношениях. Я думала, что он мне ремонт сделал, так он не сделал. Он меня, оказывается, обманул, он меня там подинамил и бросил там еще. Это все оправдательная база. Как только вы перестанете оправдывать как себя, так и других, ну жизнь, она будет полегче и начнет налаживаться. Она не будет такой светлой и чистой, ну потому что мы как-то себя уже тут совсем не очень прилично ведем по отношению друг к другу и по отношению к себе в том числе. А вот если чуть-чуть остановиться, успокоиться и посмотреть трезвым взором, таким осознанным, спокойным, уравновешенным, тогда из компании станут проясняться ситуации, события. И в личных отношениях будет полегче различать. Именно слышать, именно видеть, именно чувствовать и ощущать, что так или не так. И никто вам в этом не поможет, кроме самих себя. Можно научить понимать сигналы, это можно. Можно научить принципам по жизни, чтобы не предавать и не продавать себя, это можно. Но ощущения-то это ваши, чувствительная составляющая вашей души, это тоже ваше. И уж это точно можно сделать бесплатно и не особо заморачиваясь.